Здравствуйте! Сегодня по существу мы поговорим с заместителем министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Владимиром Курчуным. Владимир Витальевич, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Как известно, Чувашия располагает значительными запасами разнообразных твердых полезных ископаемых. Что же за полезные ископаемые, которые находятся на территории нашей республики? Расскажите. Ну, чтобы для телезрителей было чуть-чуть понятным, полезные ископаемые, как правило, у нас расположены в недрах. Это под почвенным слоем, плодородным почвенным слоем земли. Наша республика, к сожалению, не так богата полезными ископаемыми. У нас в основном полезные ископаемые – это глина, пески, торф, карбонатная порода и так далее. Самые такие распространенные полезные ископаемые, которые у нас сегодня пользуются спросом – это глина для производства, скажем, кирпичной продукции и строительный песок, который используется в строительстве. Какой же объем был в 2012 году и прогноз на 2013? Есть ли там какое-то изменение в какую-то сторону положительное и отрицательное? В настоящее время у нас в республике разведано 174 месторождения полезных ископаемых. Из них, к сожалению, не все разрабатываются. В настоящее время у нас в реестре лицензий зарегистрировано 75 лицензий на право пользования недрами. В 2012 году на территории республики добыто чуть более 2,5 млн тонн кубических метров полезных ископаемых. Это хороший прогноз? Это хороший прогноз, потому что добыча полезных ископаемых в таком объеме полностью обеспечивает потребности Чувашской республики. — А на экспорт остается что-то? — Ну, есть и на экспорт. Есть вот рассказывают, ну, недропользователи нам иногда рассказывают, говорят, что идет даже в страны Средней Азии. Особенно крупные, это стекольный песок и так далее. — Здорово. Так, а что в 2013 году? — Я думаю, что в 2013 году у нас показатели будут не ниже. Не ниже. Добыча полезных ископаемых востребована. Она пополняет в том числе и бюджет Чувашской республики. Скажем, в 2012 году, проводя аукционы, торги, мы пополнили бюджет Чувашской республики на 41 с лишним миллиона рублей. В этом году в результате проведенных торгов собрано чуть более 26 миллионов. Но до конца года у нас еще будут проходить торги. Мы надеемся, мы прошлогодний уровень догоним. Сейчас, 27 декабря, объявлены торги. Там 9 участников зарегистрировано. Но в результате их действий соревновательных, кто больше предложит, мы надеемся пополнить. Прошлогодний уровень догнать. — Скажите, кто и как контролирует добычу полезных ископаемых? — На добычу полезных ископаемых лицензию выдает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской республики. Мы также осуществляем лицензионный контроль. То есть осуществляем контроль за соблюдением условий лицензии. Этот контроль ведется должным образом. В прошлом году в результате контрольно-надзорных функций министерствам были прекращены досрочно порядка 10 лицензий. В этом году... — А что были за нарушения? Почему? — Основные нарушения. Вот если соблюдать требования законодательства, после получения лицензии недропользователь обязан разрабатывать техническую документацию, согласовать со всеми государственными органами, зарегистрировать горный отвод. — Свою работу на этом участке, да? — Да. И после соблюдения этих условий только имеют право добывать, начать работу по добыче полезных ископаемых. Но, к сожалению, у нас недропользователи, может быть, не совсем вот этот порядок знают, и поэтому не соблюдают. За такие нарушения мы, как правило, приостанавливаем или прекращаем действие лицензии. — А в 2013 году были ли нарушения среди недропользователей? — В 2013 году тоже контрольно-надзорная деятельность велась. За нарушение условий лицензии также имелись случаи приостановления и прекращения действия лицензии. — А потом можно ли восстановить лицензию? Или уже тем, кому отказан, больше никогда не восстановлено? — Да. — Как правило, мы приостанавливаем на один год. В случае устранения нарушений мы возобновляем действие лицензии. — Уже есть такие примеры. Вот один пример. Мы приостановили за нарушение условий лицензии, и со временем они устранили, разработали техническую документацию, согласовали со всеми органами, получили горноотводный акт, и после этого мы уже действие лицензии возобновили. — Так может быть, какую-то работу нужно с ними проводить, раз они не знают просто соблюдение закона, может быть, и соблюдали бы, да не знают. Какую работу ведете по устранению и, возможно, нарушению? — В соответствии с требованиями закона, когда определенное лицо получает право пользования недрами, они обязаны заключить соглашение со специалистами в этой сфере, так называемыми маркшейдерами. Вот. Эти специалисты, они очень грамотные, они всю процедуру прекрасно знают, но здесь, видимо, иногда бывают трудности в согласовании технических проектов, поэтому они, стараясь ускорить... — А в чем трудность? — Вот до настоящего времени вот эти технические проекты, они согласовывались за пределами республики. В следующем году законодательство уже устанавливает это право, право на согласование технических проектов уже за Министерством природных ресурсов, экологии Чувашской республики. Вот. Мы надеемся, что это очень такой положительный момент, и это облегчит нашим недропользователям прохождение всей процедуры. — И динамика будет положительной. — И вот если анализировать, с момента получения лицензии до начала добычи проходит примерно два года. Это в течение двух лет. Определенная процедура разрабатывается технический проект, согласовывается со всеми органами. И по истечении двух лет примерно начинает добывать. Но с учетом внесенных изменений, мы надеемся, что эта процедура ускорится, и мы уже на территории республики сможем принять все решения. И буквально через полгода, через год уже недропользователи наши начнут пользоваться недрами. — Что может сказать жителям нашей республики? Может быть, кто-то хочет обратиться к вам за помощью? Куда нужно обратиться, куда нужно прийти и ускорить этот процесс? — Процедура предоставления права пользования недрами открыта. Для этого можно зайти на наш сайт в информационной системе, в интернете. Там вся процедура расписана. Если у кого-то есть, скажем, трудности, они непосредственно могут обратиться в наше министерство, и специалисты им порядок полностью разъяснят. — Что ж, спасибо за беседу. С наступающим Новым годом у вас. А я напоминаю, у нас в гостях был заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Владимир Курчин. До свидания. — До свидания. Субтитры подогнал «Симон»